Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим колясочку от компании Moon. Moon, напомню, немецкий бренд. Сразу в двух словах мое мнение о бренде, чтобы вы понимали, что это такое. Я люблю этот бренд, очень уважаю, потому что по цене-качеству очень хорошее соотношение. Бренд всегда очень такие коляски предлагает, которые не совсем похожи на остальные. Ну, вы сами видите, есть, конечно, похожие коляски, само собой, но дизайн всегда сделан такой. Очень интересные и очень качественные коляски. Они дают гарантию на свои коляски 3 года. Они проводят ресурсные испытания своих колясок. По-настоящему проводят не просто так. Каждый узел подвергается на специальном оборудовании большим нагрузкам, сколько-то там тысяч раз. И, соответственно, мы, продавая эти коляски, спокойны за клиентов, потому что они практически никогда не ломаются. При должном уходе раз там 2-3 месяца продули, промыли, промазали и все. И вы горе знать не будете, коляски действительно качественные. Это из опыта вам просто говорю. И сегодня мы рассмотрим с вами колясочку именно Style в комплектации 2 в 1. В двух словах технические характеристики, друзья, назову вам. Вес с люлькой, вот как сейчас, она легенькая. 11,8 килограмма и 23-й год, там 12 килограмм. В общем, 11,8 и 12, в зависимости прошлогодняя или текущего года коляска. Вес с сиденьем тоже самое, 12 или 2, и 12, и 3. Короче говоря, 12 и 12, друзья. Эти пару сотен грамм вы не заметите никогда. Наклон спинки у нас регулируется 110-165 в обзоре, увидим, когда к прогулке подойдем. Ширина колесной базы, друзья, здесь 56 сантиметров, то бишь в любой лифт, везде вы спокойно проедете. Люлечка у нас точно так же от года будет немножечко отличаться в длину, потому что она или 75 сантиметров, или 77. 32 всегда в ширину. И нагрузку выдерживает, как и все колясочки сейчас, 22 килограмма. Комплектацию, друзья, сразу пробежимся. Так, только здесь адаптер. Короче говоря, просто колясочка, к которой вы получите еще адаптеры для установки автолюльки группы 0+. И дождевик на люльку только у расцветок 23 года будет. Вот. Так что, друзья, вот такая история. Смотрим с вами на люлечку. Люлька здесь, ну, сами видите, классическая, ничего такого необычного. Ткани у Мун всегда очень хорошие. Тут не придраться. Можем открыть секцию и дополнительно еще вот так довернуть. Это очень хорошо, особенно сейчас зима наступает. И нам хочется всегда под закрыть ребенка получше, чтобы меньше дуло. Здесь, пожалуйста, это очень подойдет хорошо для этого. И летом тоже у вас будет больше закрыт ребенок от солнца. Вот. Также у нас есть небольшой бортик фиксирующийся, чтобы ребенку меньше задувало. С этим все хорошо. И накидочка на ножки у нас прикреплена с помощью замочка. И что мне нравится? Я люблю, когда замочки с двух сторон, и мы можем спокойно вот так вот открывать и попадать к ребенку. Мне нравится, когда сделано именно так. А не на пуговицах, там, на кнопках. Это все не то. Вот так, самое практичное. Не поддувает никаких щелей, ничего нет. Решение. Козырек. Ой, козырек, sorry. Матрасик здесь вот такой. Он очень легкий, очень толстый. Вы видите, что у изголовья он немножечко поднимается, сделан потолще. У ножек чуть потоньше. Вот такое вот решение у этой колясочки. Нормальный, мягенький, классный матрасик. Вот. Основание у нас не дерево, а пластик. Если кому-то вдруг это интересно. На самом деле это ни на что не влияет, друзья. Многие хотят деревянное дано. Натуральный продукт. Ну, такое, друзья. Тут как бы не прокомментируешь. Тут матрасик, главное, жесткое, ровное дно. А вот, здесь все сделано из пластика и железа. А вот дно, именно вот дерево. Надо вот. Интересно. Собственно, друзья, по люльке здесь особо долго не расскажешь. Обычная, нормальная, продуманная люлька с козырьком дополнительным, с ручкой для транспортировки. Все как надо. Теперь посмотрим на дно. И мы видим здесь прекрасно ножки, чтобы мы могли ставить люлечку. И не боясь ее каким-либо образом запачкать, повредить. Так, ставим прогулочный блок. Вот такой вот прогулочный блок у нас. Он компактненький, когда отдельно вот сложили. Все, видите, на полочку кинули. И он нам не мешает. Соответственно, ставим. А, друзья, естественно, он реверсивный. И по ходу ставится, и против хода. Само собой. Это по умолчанию всегда сделано таким образом. Так, смотрим, друзья. По поводу угла наклона. Давайте сразу. Вот там было у нас в характеристиках 110-165. 110 градусов это прекрасный угол наклона. Почти капитанская посадка. Спинка назад не завалена. Многие именно так и хотят. Подножечка у нас, естественно, регулируемая. Здесь внизу языка кожи, чтобы легче было ухаживать. Пятиточечные ремни с мягкими накладками везде. Также есть у нас перемычка. И бамперка, калиточка откидывается в стороночку. Но если хотите полностью откинуть, нужно перемычку отстегнуть. Что касается козырька, друзья. Вот такой козырек. Он большой. Вот эта секция открывающаяся с отверстием. Вот на магнитике все, кстати, держится. По-моему, все хорошо. И 165 градусов смотрим. 165 градусов вполне себе достаточно, чтобы ребенок там спал. 165-175. Обычно в этом диапазоне делают люлечки. Ну, поверьте, этого хватит, чтобы ребенок комфортно себя чувствовал. Так, давайте теперь посмотрим... Сейчас давайте про ручку быстренько. Ручка телескопическая регулируется у нас телескопическим образом. Оббита эко-кожей. Толстенькая, с хорошей такой уверенный хват. Диапазон вот самое нижнее положение. Самое верхнее. 186. Мой рост. Мне кажется, под любой рост. Можно здесь все подогнать, посмотреть. Будет удобно подобрать. Так, давайте посмотрим на основание, друзья. Здесь у нас, как я говорю, колески всегда сделаны частично из пластика и металла. Сборка у Мун всегда очень хорошая. Подгонка деталей прям вот миллиметр в миллиметр. Никаких вопросов в этом отношении нет. Колеса у нас здесь просто резина с возможностью блокировки, чтобы они не поворачивались с помощью одного рычажка. Ступенька, чтобы ребенок мог залазить полегче. Амортизация на передних. Амортизация на задних колесах есть. Колеса, кстати, очень такого приличного диаметра. Можно спокойно по буйракам скакать. Зимой будет себя нормально чувствовать родитель при прогулке. Что мне нравится? Здесь прикольный багажник. Вот такой вот к нему доступ. Да, вы арбуз сюда не засунете, но, друзья, кучу мелочи напихаете, закройте, и это все грязь летит, и оно не пачкается. Поэтому все хорошо. Он очень хорошо сюда одет. Не на кнопочках, на липучках держится, а полностью продевается через трубки. И он не свалится, не оторвется. Багажник сделан капитальным. Что касается, друзья, тормоза. Нажали, встали. Нажимая сверху, еще раз, мы не откроем тормоз. Нужно ковырнуть чуть-чуть снизу, и тогда мы поедем. Тормоз не идеальный, друзья, знаю. Но сегмент коляски не подразумевает идеальности никакой. Поэтому за свои деньги, друзья, это все можно простить. Коляска сама по себе очень прикольная и добротно сделанная. Так, давайте проверим сейчас, друзья, как ее складывать. Вот так ставим. Я уже ее не складывал очень давно, поэтому даже и не помню, складывается ли она вместе с прогулочным блоком в полном мере. Отлично. И что интересно, вот в таком сложении, вы видите, да, она полностью стоит на колесах, не лежит как-то боком, косо-криво, а именно стоит, нигде не касается прогулочного блока, она его не пачкает. Вот, как по мне, топчик. Можно, естественно, и на бок поставить, никаких проблем в этом нет. Все, окей. Так, теперь давайте откроем ее. Чтобы ее открыть, здесь сзади есть рычажочек, который нажимаем, и она будет выезжать. Ой, сори. Еще раз. До щелчка это нужно делать. Все, погнали. Так, друзья, всю информацию, что хотел я вам донести, я вам донес. Как по мне, прикольный продукт. Вообще, вот в целом, вы смело можете покупать любую коляску Moon, она вас нигде не обломает, не сломается. Естественно, я этого гарантировать не могу. Все что угодно может сломаться, но процент поломок у этого бренда, он крайне мал. И даже практически нереально ее сломать. Вот, так, случайно, имею в виду, сама по себе. Технически можно на нее наехать, она сломается, конечно. Вот, но в целом, очень добротный, качественный продукт. При должном уходе будет вообще просто как пулемет работать годами, и ни одного ребенка в ней еще вы вырастите. Поэтому, очень рекомендую, посмотрите на нее. Можете приехать в магазин First Buggy. У нас куча магазинов по России с ребеночком. Посмотреть, что да как. Можете на выбор две домой привезти, и вам дома выберите одну. Курьер заберет, другую вы заберете. Поэтому, я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всем пока!